Многодетная мама и немножко фермер, так о себе говорит Ольга Ларина. А вот уже более 10 лет она поднимает на ноги фермерское хозяйство в деревне Костыши. Так что на инвестиционный час в администрацию Щелковского района предприниматель пришла не с пустыми руками. В самом начале, в 90-х, ее ферма насчитывала всего одну корову и около 20 курни сушек. Сейчас хозяйство значительно выросло и продолжает развиваться. Сейчас в нашем хозяйстве 17 голов крупного рогатого скота и 100 голов курни сушек. Ежегодно и вдоль по нашему хозяйству составляет 27 тысяч литров молока. Недавно статус предприятия Ларинска изменили с личного подсобного хозяйства на крестьянское и фермерское. Увеличили количество кур, но вот с коровами оказалось сложнее. Нужны участки земли под пастбища. Здесь сложность. Большая часть земель сихозназначения во Фрянове находится в собственности Московской области. Поэтому решать вопрос придется через региональные министерства. На встрече с инвесторами руководитель администрации поручил назначить совещание по теме на первую рабочую неделю января. Наша задача построить процедуру так, чтобы она была понятна, прозрачна и приносила, в конце концов, результат. Чтобы у вас появилась земля. Эти земли сейчас находятся в собственности Московской области. Поэтому мы пригласим Мининвест, Минимущество и Минсельхоз. Присоединиться к совещанию с Минсельхозом пригласили также инвестора, который только планирует осваивать ремесло фермера. Владимир Ващук хочет создать во Фрянове крупное мясное производство. Речь идет о ферме. По содержанию маточного стада 150 голов коров мясного направления, две породы, абердин-ангуз и головей, с шлейфом, то есть с поколением 2-3 года, суммарное стадо составит 345 животных. Сумма инвестиций составит около 48 миллионов рублей. Основное преимущество мясного хозяйства в том, что в отличие от молочного, оно не требует масштабной инфраструктуры. Основные средства пойдут на рекультивацию пастбищ. Инвестор предполагает освоить участок площадью около 500 гектаров. В этом случае выделение земель также придется обсуждать с правительством Московской области. Присоединились к совещанию не только фермеры. Компания «Архимед» в Анискинском планирует расширить производство пластиковых изделий. Сейчас оно насчитывает около 40 станков и порядка 150 наименований продукции, распространяемой через сетевые магазины федерального уровня. В ближайших планах компании обрести энергетическую независимость, построить собственную котельную. Однако, уже получив техническое задание на газопровод, предприятие столкнулось со сложностями. Хотели сделать собственную котельную, получили техусловия, в газовой конторе все положено. И попали в тупик, когда узнали, что здесь будут строиться эстакады в Анискино. И нам для прокладки трубы запретили все это делать. Так, на совещании администрации Щелковского района была поставлена задача оказать поддержку компании в процедуре выделения участка под инженерные объекты. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания, Щелково.